15 июня по церковному кальдарю начинается Петров пост, или, как он еще и называется, апостольский пост. Назван он так в честь святого апостола Петра. Длительность этого поста, продолжительность его от 8 до 42 дней, все это зависит от срока празднования праздника светлого Христова, воскресения Пасхи Господней. Неоднократно в нашей передаче «Вопросы о религии» уже говорилось об этом посте. Сегодня мы с вами поговорим о личности святого апостола Петра. Святой апостол Петр называется наравне с апостолом Павлом первоверховным апостолом. Он происходил из Бифсаиды Галилейской, был сыном Ионы и до обращения ко Христу носил имя Симон. Он и являлся старшим братом святого апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. Вот есть такое выражение «Не вы меня избрали, говорит Господь, но я вас призвал». Являясь простым рыбаком, человеком бедным, не книжным, но пламенным в вере, этот человек откликнулся на призыв Христа следовать за ним. «Оставьте свои сети, говорит Господь. Я сделаю вас отныне ловцами душ человеческих». Господь сразу же оставил свои сети и последовал за Христом и в дальнейшем был одним из наиболее приближенных ко Христу учеников, прежде всего в силу того, как его характеризовал святитель Иоанн Златоуст в четвертом столетии. Святой апостол Петр был человеком твердой веры, пламенной веры, и он безбоязненно исповедовал имя Христова, когда пришло время испытаний и гонений на церковь Христову, тогда только еще зародившуюся. Первым среди апостолов он исповедовал Христа сыном Божиим, за что Господь дал ему наименование Кифа по-сирски или Петр по-гречески «скала». На семь скале, то есть на камени веры твердой апостола Петра «созижду церковь мою и врата ада не одолеют и я». В дальнейшем святой апостол Петр повсюду сопровождал Господа во время его земного служения и был удостоен наравне с другими апостолами, наиболее приближенными апостолами Яковом и апостолом Иоанном Богословым, видеть славу Божию на горе Фавор во время преображения Господня. Также он присутствовал при воскрешении дочери Иаира. Также он безбоязненно вступился за Христа во время гефсиманской трагедии и в дальнейшем немало потрудился во благовестие Христовым. В свое время апостол Петр отрекся от Христа, когда Христа взяла стража иудейская, но затем принес горькое раскаяние. В Евангелии от Иоанна Богослова, в самом конце, мы читаем о том, как Господь трижды спрашивает апостола Петра. Симони, любишь ли меня больше всех? Да ты знаешь, Господи, я тебя люблю больше всех. Паси, овцы моя. Симони, любишь ли меня больше всех? Паси, агнцы моя. Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я тебя люблю больше всех. Вот святой апостол Петр является одним из наиболее почитаемых не только угодников Божиих, но и он является столбом и утверждением Церкви. Впоследствии он немало потрудился в благовестии Христом, как я уже говорил. В первый же день Святой Пятидесятницы он произнес очень сильную речь перед собравшимся народом, и насколько он был красноречив, исполнившись Духа Святаго, что в тот день ко Христу обратилось около трех тысяч человек. Затем, после исцеления Хромова, он также проповедовал, и за раз бывало, что он обращал ко Христу до пяти тысяч человек. Люди, зная силу Духа, которой был исполнен святой апостол Петр, выносили больных зачастую на улицу, когда по ней проходил апостол Петр. И вот эти больные мгновенно исцелялись только от одной тени святого апостола Петра. В дальнейшем апостол Петр предпринял несколько путешествий проповеднических. Также его перу принадлежат два соборных послания, которые входят в канон книг Нового Завета. И свою земную жизнь святой апостол Петр мученически закончил около 1967 года по Рождестве Христовым в городе Риме. Куда он пришел проповедовать среди язычников имя Христова. По преданию, его проповедь имела настолько большой успех, ко Христу обратилось такое большое количество людей, что среди них оказались даже две жены римского императора Нерона. Этот самый римский император Нерон в дальнейшем и приказал распять святого апостола Петра. Но святой апостол Петр не желал быть распят так, как был распят Христос, потому что он считал недостойным, и его распяли вниз головой. Сегодня вся Православная Церковь отмечает великий праздник Пятидесятницы, Святой Троицы, День Сошествия Святого Духа на апостолах. Господь и Спаситель наш Иисус Христос перед Своими крестными страданиями, в прощальной беседе своей, обращаясь к святым своим ученикам и апостолам, говорит, лучше мне пойти, потому что если не пойду, не придет Дух Святой. И возносясь от земли на небо, Господь дает еще раз обетование в сошествии Святого Духа. И вот в этот день, 50-й день по воскресеньям, в своем, Господь и спосылает Святого Духа на святых учеников и апостолов. Это совершилось в Иерусалиме, в той самой Сионской горнице, где Господь совершил тайную вечерю со святыми своими учениками, где Он являлся своим ученикам по воскресеньям. Апостолы собрались в этой горнице и пребывали в молитве, и как мы сегодня слышали из чтения книги «Деяния апостольских», внезапно совершилось чудо. В виде огненных языков сошла на них благодать Святого Духа и наделила их особенными сверхъестественными дарованиями. Вот эти дарования и сегодня пребывают в недрах Святой Православной Церкви. Духом Святым совершают священники Таинства Церкви Христовой, возрождая народ Божий в крещении для вечной жизни. В Таинстве Миропомазания сообщаете им эти же благодатные дары Святого Духа, руководствуя их в жизни, путеводя по незаблудному пути, ведущему к вечной жизни, Питая их пречистыми и животворящими тайнами тела и крови Христовой. Святая Церковь совершает сегодня то самое служение, ради которого Господь основал ее на земле, путеводить народ свой к Царствию Божию, к вечной жизни. Но к вечной жизни мы идем по пути земной жизни. И поэтому очень важно, чрезвычайно важно, как мы проживем свою земную жизнь, как мы исполним в своей жизни волю Божию, как мы сумеем воплотить евангельские заповеди и заветы Божии в своей жизни, в семье, на работе, в обществе. От всего этого зависит наше будущее участие. И Церковь, как маяк среди бурного моря, показывает нам с вами ориентиры на путях этой жизни. Ориентиры, которые позволяют нам не заблуждаться на этих жизненных путях, а идти по тому пути, которое один только может привести нас к вечной жизни. По пути правды, по пути справедливости, по пути, который указал нам Сам Господь Иисус Христос своей земной жизнью, своим примером и своим божественным учением. И Церковь не только показывает путь, она дает силы совершать этот подвиг жизненного течения, дает силы сохранить душу для Царствия Божия, незапятненной, неизъеденной страстями, такой, которая сможет войти во врата вечной жизни. Поздравляю всех вас с этим великим праздником Сосшествия Святого Духа, днем рождения Святой Христовой Церкви на земле. И пусть благодать Божия спосшествует всем нам в нашей земной жизни, в наших делах, в наших устремлениях и начинаниях. Ветви молодых березок и живые цветы – это те традиционные символы, которые создают в храмах в день Великого Праздника. Святой Троицы – атмосферу особой торжественности и в то же время теплый молитвенный настрой. В Спасовознесенском соборе накануне Троицы на дня митрополит Симбирский Новоспаский Иосиф возглавил служение Всеношного бдения с Литиной. В день Пятидесятницы владыка-митрополит в сослужении секретаря Симбирской епархии и романаха Тихона Тихомирова и соборного духовенства совершил божественную литургию. Затем по традиции была совершена Великая Вечерняя праздника Святой Троицы с чтением трех особых коленопреклонных молитв. Впервые после праздника Пасхи в этот день все церковное собрание преклоняет колени перед Богом. Праздник Святой Троицы еще именует днем рождения Церкви. В своем архипастерском слове владыка Иосиф напомнил о том, что это событие имеет особое значение для христиан. В Пятидесятый день по воскресенье Христовом Господь неспосылает Святого Духа на святых учеников и апостолов. В виде огненных языков сошла на них благодать Святого Духа и наделила их особенными сверхъестественными дарованиями. Вот эти дарования и сегодня пребывают в недрах Святой Православной Церкви. Духом Святым совершают священники Таинства Церкви Христовой. Разделить молитвы на радость праздника в соборный храм прибыли губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов и глава Ульяновской Сергей Сергеевич Панчин. Губернатор выступил со словами поздравления. В них он поблагодарил всех, кто в сегодняшних тяжелых условиях помогает справиться со смертельной угрозой. Поблагодарил Симбирскую митрополию, духовенство и их помощников за бескорыстное служение людям, за сохранение и укрепление традиций православия. Я счастлив, что наступило время возрождения наших лучших многовековых традиций. Время нового расцвета нашей великой культуры. Мы только что сейчас, Сергей Сергеевич, провели большое совещание по строительству нашего монастыря, женского монастыря в центре. Уверяю вас о том, что уже в самые ближайшие месяцы мы увидим, как вокруг монастыря будет благоустраиваться вся огромная заповедная территория нашего древнего города. Мы действительно будем одним из самых красивых городов России. Мы действительно сделаем так, что к нам будут приезжать огромное количество паломников. И мы за это искренне благодарим нашего владыка, который надоумил нас, который наставляет нас и который сопровождает в наших помыслах наши дела. После торжественного богослужения на территории собора состоялся Троицкий концерт, организованный совместными усилиями администрации города Ульяновской и Симбирской епархии при поддержке областных учреждений культуры. Традиционно каждый год этот праздник собирает сотни зрителей. Но в этом году артисты выступали, что называется, на пустой зал. Сегодня замечательный такой день. Единственное, о чем можно хоть немножко погрустить, это о том, что мы не можем, к сожалению, сделать такой праздник, который уже несколько лет проводился на территории прекрасного храма, нашего главного храма региона. И сегодня мы решили не уходить от праздника, не уходить от концертной программы. И решили организовать концерт на территории храма, но уже онлайн. Прямая трансляция проходила в официальной группе администрации города Ульяновска в социальной сети ВКонтакте. В концерте приняли участие известные симбирцам вокальные коллективы, педагоги областных и городских школ искусств и другие сольные исполнители. Жемчужиной праздника стал уникальный в своем роде коллектив симбирской земли – камерный мужской хор «Образ». Наталья Шуплецова, «Симбирская митрополия». Здравствуйте! От наших телезрителей поступил такой вопрос. Что такое просфора? Давайте вспомним о том, что просфора – это и хлеб-приношение. Само слово просфора переводится как «приношение». Еще в книге Левите описано, что необходимо приносить в храм Соломонов хлебоприношение. Церковь служит на квасном хлебе. Что есть квасный? То есть за кваской. Пекутся они и благочестивыми людьми, или монахами, или незамужней чистой женщиной. Используется самая лучшая мука, используется святая вода, немного соли, кипяток. И этот хлеб испекается в виде двухсоставной формы. Нижний чуть больше, а верхний чуть меньше. На верхней части печатается печать. Когда тесто еще не застыло, до испечения ставится печать. Просфоры бывают большие, бывают малые. Почему же просфоры двухсоставные? Нижняя часть изображает материальное, человеческое, земное. Наш мир, в котором мы с вами живем, а верхняя часть более малая. Она изображает небесное, духовное, божественное. Как и во Христе, два естества, божеское и человеческое, так и двухсоставные просфоры дают нам об этом память. На богослужении используется пять больших просфор. Самое главное из них – это агничное. Агнец – это как ягненок, из которого иссякается сердцевина, кубообразный хлеб, который как раз и используют в евхиалистическом каноне, где присуществляется хлеб и вино в тело и кровь Христову. А те части, которые остались после отрезания агнца, они называются антидор, как вместо, анти – вместо, и раздаются на богослужение после литургии тем, кто не смог причаститься по тем или иным причинам. Вторая просфора богородичная в память о Пресвятой Владычестве нашей Богородицы изымается частица и укладывается на дискос справа от него. Третья просфора – девятичинная. Из нее вдоль, в три ряда вырезается девять частиц. По каждой частице поддельно по чину святости. Вырезаем за Иоанна Предтечи, за святителей, за пророков, апостолов, праведников, мучениц, целителей и за того, или Иоанна Златоуста, или Василия Великого, литургию, которую мы служим. Третья просфора у нас – за здравие. Мы упоминаем патриарха, правящего митрополита и за всю землю, и о здравие всех живущих. Четвертая просфора – о упокоении. Вынимается частица о том, о тех, кто уже почил в Бозе, кто ушел от нас, кто покинул этот мир, но мы не забываем их и памятуем о них в молитвах наших. Итак, у нас агничная, богородичная, девятичинная, за здравная и за упокоенная просфора. Маленькие просфорочки, которые мы берем в лавке, это именные, где вынимается частица конкретно за человека, за которого мы сетуем, за которым мы беспокоимся, о здравии молимся мы, о путешествующих ли, о недужных ли. Также малые просфоры вынимаются из-за упокоения, если человеку полгода или год памяти. И частицы, которые мы вынимаем из просфор, после святого причастия ссыпаются в чашу с кровью Христовой, со словами «От мы, Господи, поминавшись везде, кровью Твоей честной». Именно поэтому в церкови упоминаются на литургии только крещенные люди, ибо за них вынимаются частицы, как это членов церкви. вынимаются и влагаются в часть, в чашу с кровью Христовой. Таким образом, ветхозаветная жертва перешла в новозаветное. Из того состояния бескровности и жертвенно, жертва бескровная переносится. И мы с вами, как часть маленькой, каждый из нас маленькая часть Вселенской Церкви, мы являемся теми участниками этого величайшего действия молитвы друг за друга в искупительной жертве Христа. Таким образом, просфорки, просфоры, являются неотъемлемой частью богослужения. Конечно же, просфоры можно взять домой, разрезать их на небольшие части или оставить так, как есть. Потреблять их нужно только натощак с молитвой на принятие просфоры и святой воды. И так они хранятся, но чтобы не допускать их заплесневелости. И если даже, не дай Бог, такое случится, необходимо это принести в храм, чтобы там надлежащим образом они предали сожжение. От зрителей в адрес нашей передачи поступил следующий вопрос. Что означает библейское выражение «не хлебом единым жив человек»? Мы отвечаем на этот вопрос. Когда мы говорим такие слова, которые имеют библейское происхождение, мы напоминаем и себе, и окружающим, что в жизни человека имеет место быть не только материальные блага. понятное дело, что каждый заботится о пище, о том, что он будет есть, что будет пить, о крыше над головой. Но Господь говорит о том, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа. В свое время, когда боговидец Моисей вывел народ израильский из египетского рабства, в течение сорока лет, вводя его по Аравийской пустыни, многие евреи возраптали на Господа, потому что они хоть и были в рабстве в Египте, но тем не менее были сыты и уверены в своем завтрашнем дне. Они уже свыклись с рабством и с горечью воспоминали, чего они лишились. Вот такой бывает парадокс. Господь напоминает им через своего пророка Моисея, что не единым хлебом жив человек, потому что как только тот же самый Моисей удалялся на гору Хариф для беседы с Богом, народ израильский доставал своих идолов, которых принес из Египта, зачастую тайком, и совершал языческое поклонение. И Господь не раз гневался, куда вас еще бить, народ израильский, говорил он. Моисей объясняет своему народу, что те испытания, которые выпали на долю израильтян на долю евреев, после того, как они вышли из египетского рабства, они бывали неспроста. И что необходимо, помнить о том, что человек есть подобие Божие, и все в руках Божьих. Но чтобы человек действительно был живым, необходимо иметь живую связь с Богом, а это прежде всего выполнять то, что он говорит. мы же весь помним, что на горе Хариф, на горе Синай, Моисей получил заповеди Божьи в скрижале. То есть это образно выражаясь как бы инструкцией, как необходимо жить человеку здесь, на земле. А в Новом Завете мы снова встречаем эти слова. После своего крещения в водах реки Иордан Господь удалился в пустыню, где в течение 40 дней Он предавался посту и молитве. И именно туда, в это безвидное место, явился Сатана и всячески искушал Господа, в том числе и следующим. Если ты действительно Сын Божий, преврати эти камни в хлебы. И вот Господь как раз напоминает вот эти ветхозаветные слова. Писано Бог в Писании и хлебом единым жив человек, но всяком словом исходящих из уст Господа. Субтитры создавал DimaTorzok